Алиса Гребенщикова Как решились на этот шаг и часто ли у нас бываете? Я далеко не в первый раз в Алтайском крае, с удовольствием всегда приезжаю. И когда поступило предложение представить фильм Алексея Петрухина «Последние испытания» здесь, на Шевшинском фестивале, я очень обрадовалась, отложила свои личные дела, прервала свой отпуск и прилетела сюда. Вы в первый раз, наверное, представляете именно на фестивале фильм, в котором играли, являетесь одним из главных лиц этого фильма. Расскажите, нет? Нет, вообще не главное лицо этого фильма. Я играю вашего коллегу, журналиста в этом фильме, освещаю события происходящих в фильме. Нет, я имею в виду, что вы все равно человек, который играл в этом фильме свою роль. И вот главный вопрос, насколько было тяжело играть в этом фильме? Актерский состав очень интересный, объемный, все ваши давно старые знакомые, друзья. Но тем не менее, фильм основан на реальных событиях. История уникальна, но основана на реальных событиях. Насколько было тяжело играть? Мне было не тяжело играть. Наоборот, я была счастлива, что Алексей предложил мне принять участие в съемках этой картины, потому что это важный фильм. Важный, очень непростой, но который нужно смотреть, который должен быть показан в большом количестве, как мне кажется, городов, в регионах, который хорошо бы остался навсегда в золотой коллекции кинематографа. Как память о тех событиях, трагических событиях, которые произошли в нашей стране. О таких вещах нельзя забывать. И поэтому я горжусь тем, что я часть этого фильма. Самый главный вопрос. Вот прошел премьерный показ фильма. Как зритель принял? Зрители принимают очень хорошо. Кроме того, что у нас есть премьерные показы, и здесь на фестивале мы практикуем следующую историю. Мы представляем фильм перед началом, дальше зрители смотрят фильм, и после этого мы выходим, и у нас встреча со зрителями. И это очень дорогого стоит, то, что мы слышим потом, после фильма. То есть обратная связь вживую устраивается. Обратная связь. Зрители не расходятся. Очень много зрителей остаются на встречу с создателями фильма, благодарят за фильм. И очень многие говорят, что не ожидали. Но спасибо большое. И для нас это самое ценное. В съемке, в переезды, в фестивале – это ваш стандартный график, вы живете в нем нон-стоп. Вот как вы выбирали эту профессию, и не сожалеете ли о том, что нет времени ни на себя, ни на семью, ни на отдых даже? Приходится на фестиваль, как вы говорите, приезжать из отпуска? У меня всегда есть время на семью, потому что семья – это все-таки самое главное в моей жизни. И так как я довольно взрослый человек, и я умею грамотно планировать свое время. Поэтому, несмотря на то, что у меня действительно очень большая занятость, я всегда умею балансировать между домом, семьей, работой. И я ни дня не жалела о том, что я выбрала именно эту профессию, хотя это произошло довольно случайно. Сегодня у вашего коллеги Игоря Жижикина спрашивал, кем бы он мог стать, если бы не был актером. Кем бы вы могли стать, какую профессию хотели бы освоить, может быть, в том числе параллельно с актерской деятельностью? Я не состоявшийся учитель русского языка и литературы. Это мои самые любимые в жизни вещи – русский язык и русская литература. И поэтому сейчас моя основная актерская работа – это не съемки, и не телевидение, и не радио, где я тоже много работала очень, а все-таки просветительские проекты в области русской литературы. У меня есть несколько музыкально-поэтических спектаклей, есть литературные программы, литературные вечера. То, что я делаю с огромным удовольствием, то, что я считаю главным делом в своей жизни – это просвещение в области русской литературы. Я рассказываю зрителям о том, что есть. Вот, например, здесь же тоже у вас в Пурнауле представила программу, где рассказывала о самых разных поэтов. А как проходят, в каком формате вот эти вечера, я так понимаю, это живой формат, общение с людьми? Да, это бывает в самых разных. Есть и большие залы, есть залы по 500 человек, по 800 человек. Там сложно разговаривать со зрителем, там можно только нести диалог, не всегда получается. Есть программы, которые проходят в камерных пространствах, есть чтения. Например, иногда мы собираемся, куда-то меня приглашают, я просто читаю с подростками, чеховские чтения делаю. Мы читаем рассказы, я читаю рассказы, и мы параллельно тут же обсуждаем. Это своего рода театрализованные уроки литературы. Я хочу вернуться к фестивалю «Шикшинские дни на Алтае» и к творчеству Василия Макаровича. Расскажите, пожалуйста, Василий Макарович, для вас больше кто? Режиссер или все-таки писатель? Так как я очень люблю литературу, то литературный талант я Василию Макаровичу очень сильно ценю. И восхищаюсь тем, как можно просто писать о главном. Алиса, всех волнует вопрос, где встретить звезд нашей российского кинематографа? Где вы будете, на каких площадках, в каких мероприятиях будете принимать участие? Я так понимаю, что вся программа есть на сайте телеканала «Катунь-24». Да, все расписание можно посмотреть и там вот нас и встретить, собственно. То есть вы будете принимать во всех мероприятиях участие, которое заявлено в программе? Да, я буду до конца фестиваля, да. А фильм, в котором вы представляете «Последние испытания» является одним из фаворитов фестиваля. Вы разделяете эту точку зрения или будете там с какой-то ревностью смотреть на другие картины, которые тоже показываются в рамках фестиваля? Это были очень сильные картины. Мне очень нравится программа, которая была собрана для этого фестиваля. Поэтому ревности никакой нет. Есть радость от того, что не то, чтобы один сильный фильм в программе, а остальные могли быть, могли бы не быть. Нет. Программу «Короткого метра», кстати, планируете посетить? Не успею. Не успеете? К сожалению, не успею, да. А в Сросках будете? Буду. А были когда-нибудь в Сросках? А где в Алтайском крае-то были? Говорите, не первый раз приезжаете? Да, я не первый раз приезжаю, но я в основном вокруг Барнаула была. Вот у ваших соседей в Горном Алтае провела неделю весной. Тоже была под большим впечатлением. Но я очень благодарна фестивалю, что в этот раз есть возможность съездить и в Белокуриху, и в Камень на Аби, ну и, конечно, в Сроски тоже. Самый главный еще один вопрос от меня – это вот к вам, как к человеку творческому. Что самое трудное для вас в профессии, и как вы это преодолеваете? Я не знаю, не могу назвать какой-то одной трудности. То есть все, что связано с бытовой стороной нашей работы, для меня вообще на это не обращаю внимания. Наверное, да, нет, скажу. Самое трудное, когда я говорю, что я занимаюсь стихами, говорю стихи. Люди говорят, это скучно, это невозможно. Нет, это не скучно. Стихи – это про любовь. Просто и про любовь. И я часто сталкиваюсь с поджатыми губами и разговорами о том, что поэзия умерла. Но серебряный век был, ну ладно, шестидесятники. Но на Бродском все закончилось. Но поэзия не закончилась на Бродском. Любимая четверостища, если можно. Четверостища вашего земляка Роберта Рождественского. «Мы совпали с тобой, совпали в час запомнившийся навсегда. Так слова совпадают с губами, с пересохшим горлом вода. Мы совпали, как птицы с небом. Как земля с долгожданным снегом совпадает в начале зимы, так с тобою совпали мы». Почему именно это стихотворение? Просто первое, что пришло в голову Рождественского. Серьезно? Да. То есть вот так из головы. Да. Вы сейчас находитесь в отпуске, тем не менее у нас на фестивале. После этого, наверное, продолжите отдых. А какие дальнейшие творческие планы? Где снимаетесь? Где мы сможем вас увидеть в ближайшее время? В каких картинах? Вот, например, сейчас на платформе ТНТ Премьер вышел сериал «Би Хэппи». Выходит, потом он, конечно... Говорю, конечно. Потом, возможно, он будет и в эфире, но, возможно, и не будет. Очень интересный проект о поколении 30-летних. 30-35-летних о том, что такое счастье, о поисках счастья. Возможно ли, что нужно сделать, чтобы быть счастливым. И там я сыграла свою самую смелую, самую неожиданную роль. Раскрывать можно подробности? Ну, она называется «Маринка-стакан». Но самый отвратительный персонаж у всех, которые я играла. А тяжело было играть, переступить через себя? Или это был, наоборот, интересный опыт? Это был очень интересный опыт, потому что сейчас все актрисы... Ну, женщины... Вообще очень многие женщины, но актрисы в частности. Все хотят оставаться как можно больше по времени молодыми. Хотят быть ухоженными, красивыми. И всегда прекрасно выглядеть. И нам все вокруг об этом твердит, что мы должны быть всегда подтянутые, молодые. У нас не должно быть морщин. Мы должны быть стройные. Мы должны правильно питаться и так далее. А мой персонаж все это игнорирует. Противоположность полная. Противоположность и выглядит отвратительно. И быть отвратительной в кадре... А я прекрасно знаю, что это значит. Это значит, никто не будет думать, что это роль. Зрители воспринимают все... Что ты такая есть. Да. Гребенщикова-то спилась, будут говорить о ней. Я подумала, ну ладно, это я переживу. Ну что ж, спасибо, что пришли в нашу студию и отвечали на наши вопросы. Спасибо. Ну что ж, в программе интервью дня у нас был почетный гость. Шукшинских дней на Алтае Алиса Гребенщикова. Смотрите телеканал Катунь-24. Всего вам доброго.